Мир вам и Божье благословение! Святая Параскева совершила мученический акт во времена Диоклетиана, третий век, оканчивалась эра язычества. Диоклетиан – кровожадный и очень жестокий гонитель на христиан в свою эпоху. Она воспитана и выросла в христианской семье, в христианских добродетелях и заповедях. И смело приняла страдания очень жестокие. Тело ее разрывали специальными железными когтями, забивали гвозди, пока замучили ее до смерти. На иконах она изображается, как и передало нам предание, высокого роста с лучезарным венцом, прекрасным лицом и в то же время сурово мужественным. Видимо, за свои страдания, борьбу за правду, за истину, за справедливость, Параскева снискала у Господа такой дар – помогать людям в их судьбах, семейных и земных делах. И всегда, обращаясь к ним, мы получаем активную божественную помощь. Их обязанность – учить ребенка вере, нравственности, участвовать в воспитании, следить за мельчайшими деталями развития маленького организма до момента свадьбы женитьбы. И, как правило, на свадьбе всегда сидят крестные. Не просто приходить с подарками в особые дни дня рождения или ангела, или крещения. А каждый день крестная мама или крестный папа должны интересоваться жизнью ребенка, его условиями. И, конечно же, не дай Бог, но если случается утрата родителей, то крестные вступают в прямую обязанность забирать свою семью, быть опекунами и воспитателями крещеного человека до его полного совершеннолетия. На страшном суде Господь будет не с родителей спрашивать, а с крестных, если дитя не будет воспитано в христианской вере. Большая и колоссальная ответственность крестных родителей. Общество, которое находится в 21 веке на земном шаре, все человеческое общество, все континенты и острова претерпело страшное парадоксальное изменение. Во-первых, отречение от Господа, подмена нравственных законов, то есть отказ от исполнения заповедей Господних. Наконец, всевозможные стрессы, катаклизмы и перемены, которые случаются у нас на земном шаре все чаще и чаще. Правительства, которые не заботятся о нравственности народа, а наоборот развивают и покрывают разврат, наркоманию, алкоголизм, жестокость, эгоизм, погоню за золотым тельцом, развивают нездоровое соперничество и все виды пропаганды, скажем так, проповеди жизни всевозможной СМИ и невозможное во всем мире сеет в людях отчуждение. Отсюда дьявол вселяется у каждого человека и, конечно же, его задача уничтожать род человеческий. Вся ненависть и злоба исходят именно от духовной опустошенности и бесовского влияния и при попустительстве властей. Все это преодолеть можно, вернувшись к Господу, обретя нравственное лицо и восстановив человеческую доброту. Да благословит вас Господь! Люди, помните, что только человек человеку может быть помощником и человек человека может спасать. Не живите, как звери, а живите, как люди. Редактор субтитров А.С £11. Субтитры создавал DimaTorzok